Ну что ж, дорогие друзья, с вами Валерий и мы продолжаем проходить Resident Evil ремейк первой части. В прошлой серии мы познакомились с особняком, познакомились с первыми его обитателями в виде кровожадных зомби, которые нифига не дохнут, очень много патронов на них уходит. И мы взяли ключ, ключ с эмблемой меча, давайте уже откроем тогда дверь, какую-нибудь уже не терпится открыть дверь, посмотреть, что, какие ужасы нас еще ожидают там. И начнем, наверное, исследование с этого вот крыла. Посмотрим, что же скрывают эти двери. Так, мы очутились в каком-то коридоре. Различные скульптуры и предметы из керамики. И все, больше ничего не делается. Больше ничего... Оу! Нет, никакие действия не происходят. Полюбас, из этих окон поваливаются зомби какие-нибудь. О! Так, взяли еще один кинжал. Это радует. У нас два кинжала. А, один мы истратили. Один мы истратили. Изображение особняка, исчезающего в темноте. Угу-гу-гу. Так. Тут ничего нет, кроме кучи декоративных тарелок. Не двигается. Не двигается. Так. А это двигается. Так. Надо в другую сторону, значит. Здесь у нас лежит патрончики. Блин. Лежат патроны. А мне некуда. Мне некуда положить патроны. Блин. Окей, ладно. Запомним это место. Вернемся сюда в следующий раз. Нам нужно найти... Так. Закрыто. Это старомодный замок с простым механизмом. Нам нужно найти ящик, куда можно сложить все вещи. Так что, ванна. Похоже, что вода все еще есть. Это хорошо. Сортир. Не похоже, что тут... Долго не убирали. Да, чистенький толчок. Ванна полна грязной воды. Вытащить заглушку. Давайте попробуем вытащить заглушку. Я так и знал. Я так и знал. Что сейчас что-то будет. Воу. Да умири. Какие вы живучие-то твари. Шесть патронов. Жесть. Есть. Зарезали. Зарезали этого. Зарезали этого. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Зарезали. Зарезали. Блин. Мне срочно нужно найти ящик. окей двигаемся дальше сюда мы еще вернемся так но так странно как-то показано о какая комната с какими-то изображениями ну еще у нас тут кинжальчик отлично похоже тут что-то сожгли воздух пронизывает едкий запах так а если поджечь нет нет фото стендов и бронзовых статуи ничего интересного тут нет кожаный диванчик а вот и дробаш не можем да я помню этот момент блин лента а лента у нас можно взять да хорошо полированный серебряный кувшин круто это место я помню тут надо будет повесить что-то место дробовика потому что вот эта вот комната будет сжиматься короче ловушка так что дробаш мы все-таки пока не возьмем так столько ходов столько дверей как бы не заблудиться изображение женщины молящейся перед большой толпой опа 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 па дружище давай умирай умирай ну отлично нужно кстати в экстренных ситуациях вообще нормуль помогает еще где-то шарится отлично комната с охранениями и здесь должна быть так что здесь у нас еще ключик и здесь должна быть у нас фляга какая-то вот он ящик так особые указания при утилизации трупов у нас есть новая информация о тех существах они могут казаться мертвыми но на самом деле могут очень скоро вернуться к жизни однако есть способы помешать им снова стать активными настоящее время есть два известных способа пресечь их воскрешение первое сжигание второе уничтожение головы если новые методы будут обнаружены о них незамедлительно уведомят между тем для тех кто еще хочет жить керосин был помещен на первом этаже особняка берите столько сколько вам нужно вам нужно что-нибудь чтобы поджигать их и это вы должны найти сами поджигать трупов у нас здесь три ленты еще мы 8 раз можем сохраниться это радует так ленту мы оставляем здесь аптечку оставляем здесь для ружья патроны оставляем здесь пока пока все нормой так что у нас здесь фляга изучить вы можете взять с собой топливы по жизни поджечь несколько раз с помощью зажигалки о да ладно еще это нововведение так что-то еще блестит а ключик возьмем ключик старый ключ особняка похожий можно открыть большинство простых замков так а одну мы дверь встретили с простым замком можно сейчас вернуться как раз тут еще осталось много керосина набрать мы наполнили свою флягу керосином поджигать трупы лампа стоит на деревянных ящиках и и теплый свет помогает расслабиться у нас три патрона так там было написано сжигать трупы давайте попробуем может нет комбинировать наверно нет а просто просто выбираешь крутяк смысле так дверная ручка вот-вот развалится все равно выйти до смысле они живут даже если вот так вот поубивал зомбаков они все равно встанут что-ли что-то я не понял так давайте пробежимся по всем местам то что мы не могли взять так здесь по моему ключик один до так давайте этого тоже сожгем хотя пускай он здесь лежит я думаю мы сюда все равно возвращаться не будем сэкономим топлива так у нас там была дверь а патрончиков надо взять патрончиков так туда я пошел патроны на забрать и вернемся уже сюда открывать дверь опа 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 да ладно нет плевал я на эти патроны патроны не ожидал я такого так За патронами вернёмся уже в следующий раз. Блин, собаки. Так, у нас тут травушка, смотрите. Мне нужно будет вернуться. О, ещё керосин. Чё, съедим травку одну. А за этим мы вернёмся попозже. Химикат для использования на растениях. Химикат для уничтожения растений. Гербицид. Через забор они не сиганут, я думаю. Так, ну чтож. Давайте. Здесь посмотрим, что у нас есть. Закрыто. Эмблема семьи Спенсер. Вырезана на дверной ручке. О, чувак. Ай-яй-яй-яй. Так, так, так. У меня патронов-то нет. Жесть. Патронов ноль. С ножом я на них лезть не хочу. Будем, короче, пробегать. Стараться. Стараться уклоняться. Так, уберём гибрициды. И, наверное, не знаю, ключ. Да, уберём, наверное, ключ старый ещё. На всякий. Как дверь найдём, тогда уже возьмём его и откроем. Ладно, давайте посмотрим, что у нас наверху. Слышу ручание. Оу. Оу. Жесть. Вот как с ними? Как с ними бороться? Блин, ещё один. Какое-то деревянное крепление. Оу. Сколько вас тут? Закрыто. Закрыто. Символ лад. Похоже, здесь нет ничего полезного. Тут ничего нет, кроме кучи безделушек. Использовали ключ-меч. Жесть. О. Мы вернулись. В холл. Так, здесь закрыто у нас. Вернулись в холл. Блин. Нам нужно... Так, здесь у нас эта дверь закрыта с другой стороны. Нам нужны патроны. Нам срочно нужны патроны. Так, вот эта дверь, по-моему, была закрыта, да? Отлично. Закрыто на старомодный замок Ло. Вот эту дверь можно открыть. Блин. Здесь шарится. Вот как? Ну вот как? С ними сражаться, блин. Так, как-то надо его обижать. Они как бы... Вроде как неуклюжие. Такие... Оп! Блин. О, пока лежит, может его поджечь. Ага, фигушки. Валим. Труп. Этого мы подожгем. Нет? Похоже, он мертв уже несколько часов. Че, его не поджечь? А, нет, все поджечь. Все отлично. Так, а в классической версии, помните, в этой комнате мы встречаем Ребекку. Здесь несколько видов сыворотки. Многие из них бледного цвета. Эта полка полна таблеток и эликсиров, не виданных вам ранее. Многие из них изменили цвета. Так, старая. Понятно. Хорошая кровать. Так, давайте-ка выложим то, что нам не нужно. Гуляет тут. Так, че там за тряпка? Здесь ничего нет, кроме инвентаря для уборки. Пахнет неприятно. Смотрите, выделенные окна тоже. Тоже, наверное. Закрыто. Это старый модный замок. О! Ай! Я тебе еще раз в голову. Пока ты лежишь, может тебя... Блин, я все... А! Засранец! Пошел вон. Беги, Крис! Зачем я... Зачем я с ним начал сражаться? Возьмем ключик. Ну, я не знаю. Придется, наверное, съедать траву. Блюдок... Ходит там. И, наверное, когда заходишь в дверь, у них жизни восстанавливаются, наверное. так что у нас здесь о сломанный дробовик отлично теперь мы сможем взять дробовик светошумовая граната изучить он сломан не стреляет может его можно использовать где-то еще конечно я даже знаю где светошумовая граната для самообороны обычно используется для ослепления нападающих даже граната есть прикиньте просто старая мебель ничего особенного так давайте восполним флягу отлично сохраночка все больше здесь ничего нет а сейчас прямиком идем за дробовиком пока он там на лестнице выложим выложим ленту остальное мы оставим до так а теперь надо как ты как-то давай иди сюда надурили надурили безмозглого блин еще один стоит окей ладно бежим здесь кстати вот дверь еще надо ключик искать бежим за ружьем так только как пробежать я вот думаю снизу снизу у нас собаки по верху у нас зомбари попробуем по верху или все же по низу сейчас посмотрим сможем развернуться я думаю мимо собак полегче будет пробежать не все таки лапы не таращит там и конечно жесть на харде это жесть просто жесть но с богом что ну просто. Так, ружье у нас здесь по-моему. Нет я ошибся. Дверью ошибся, извините, отдыхайте там, я вам не мешаю. Ну наконец-то. Мой родимый. Так, не то. Надо взять сначала, да? Все, здорово. Итак, дробовик. Использует патроны 12 калибра оружия, обладающие широкой зоной поражения. Вот это крутяк. Сейчас будем всем головы расшибать. Можно с эти патроны забрать сходить. Собаку сейчас вынести. Так и сделаем. Надо будет еще травушку там забрать. Пошла вон. Че удумало тут. Так. Отлично. Походим с пистолетом. Теперь как-то поспокойнее немножко. Здесь патроны. Так. Что у нас? Здесь мы не добили довольно чувака. Так. Отлично. Ему башку просто пострелили. Закрыто. Символ лад. Так. А здесь что у нас? Опять на улицу куда-то. Воу. Тихо-тихо. Собака. Что это было сейчас? Гранату запихал в рот? Жесть. Блин, я такими темпами все потрачу. В углублении что-то написано. Осквернитель проклятого гроба. Закрыто. Осквернитель проклятого гроба. Понятно. В гробу лежит штука, значит, которая нам нужна, чтобы поставить сюда и открыть дверь. логически подумать. Так. А, здесь у нас Спенсер. 9 патронов на MATH в работе. 8 патронов. Да так мало. Блин. о чуваки так жесть конечно блин ладно давай подходи ближе тебе щас башку то скрою блин этот еще живой почему у него башка не разлетелось так два патрона у меня у нас еще есть патрончики для ружья пистолет пока можно значит убрать наверно пускай так и пока патронов нету пускай он пока полежит в ящике как только найдем патроны то возьмем так двоих этих вынесли что посмотрим закрыта символ от изображение испуганной женщины ну травушка отлично закрыто символ шлема блин шлем изображение частично построенного особняка он ужасно похож на тот в котором вы сейчас находитесь погасший камин от жары на холсте вырисовываются красные линии и что мне это дает от жары на холсте вырисовываются красные линии что мне это дает нет ладно траву не будем брать у нас жизнь не так нормально пока пускай она здесь получается мы все равно сюда вернемся на двери нет ручки вы не можете пройти да нифига ты живучий целых два патрона ты чё с ружья это какой-то треш просто так патронами точно не напасешься так что старомодный граммофон надписью питер собачий свисток смятая записка сегодня сэр спенсер сказал мне спрятать кое-что там где никто не сможет это найти но у меня была идея я подумал если я смогу каким-то образом заставить опасное животное хранять это такое как злая собака которая живет здесь то никто не сможет добраться до него насколько я могу судить муд всегда крутится около балкона второго этажа на западной части террасы он должен приближать на звук собачьего свистка так балкон второго этажа на западной части террасы здесь в дело вступаете вы дело в том что я думаю вы единственный человек который может подойти к этой проклятой собаке избежать серьезного решения ранения это значит что только вы можете надеть ошейник на нее объект который хочет спрятать сэр спенсер находится внутри ты единственный человек которому я могу доверять в этом деле конечно ты получишь кое-что за это помнишь одну вещь которую ты всегда хотел получить в обмен на твои услуги я мог бы найти ее для тебя эта работа может быть выгодна для нас обоих джон толман так надо найти балкон и подудеть в дудок о патроны для пистолета ништяк шахматная доска и слоновые кости похоже игра закончилась шах и матом ботаника использование медицинских трав как вы уже наверное знаете существует много лекарственных трав еще с древних времен люди научились излечивать раны и побеждать болезни используя разные травы в этой книге описывается свойства трех видов лекарственных трав которые растут в окрестностях горного массива ракун и мы приведем пример их использования травы различаются по цвету и обладают следующими свойствами зеленая трава восстанавливает физическую силу синяя трава нейтрализует естественные токсины а красная сама по себе не имеет полезных свойств то есть она эффективна только при смешивании с другими травами например если смешать зеленую траву с красной то эффективность зеленой травы увеличивается в три раза смешивая травы в разных пропорциях вы получаете различные лекарства точный рецепт я предлагаю найти вам самим потому что это лучший способ приобрести знания но про смешивание мы знаем уже открытый журнал и его страницы пустые так книги о различных народах земли мы прошли короче через дверь которую не могли открыть вот ладно надо сохраниться я думаю то столько всего уже сделали вроде как бы еще даже не сохранялись кстати пистолет мы взяли так патроны для пистолета перезарядить 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 что сохраняемся и на этом я буду заканчивать дорогие друзья вот обзавелись новым оружием встретили новых врагов собак вот конечно все они живучие твари не пробить и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте вот оставляем комментарии я со всеми прощаюсь увидимся в следующих сериях всем пока 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 и